Когда-то с ольвами уйдет отсюда, с рынка. Посмотрите, какие. Но что, предложение есть, значит, есть, значит, и спрос появится. Тут много всего. Не пересмотреть. Кстати, для елки. Держатель для елки вот такой. Посмотрите, какая сахарница интересная. О, дутенькая. А в форме тыквы получается. Мой любимый цвет, бирюза. Очень атмосферная вещица. Прелестнейшая. У нее статуэтки. Я хочу вам поближе показать две вот эти. Это что, Марина, у тебя? Расскажи. Это? Это старый Капо Ди... Не старый, обманываю. Это Капо Ди Монте Армани. Они без клейма, но это его работа. Армани открыл свою фирму в конце 70-х, начало 80-х годов. И экспериментировал с парфоровой массой. Дай поближе посмотреть. Очень тяжелый. А где кофе? Тяжелый. Да, тяжелый. Это тоже парфоровая масса. Надо, не придумывай. Кофе возьми, да. Вот так всегда, вот, пожелающие. Мальчики-барышки. Пада? Пада? Вот даю сэтиш. Столько и будет. Щипчики. Не, ну с учетом дорожек, крюнок поменяли не дорого. Клей мой есть. А там зули не ходят? А тонкие-тонкие. А зули не ходят? Очень хорошо пружинят. А? Это это... Вот же. Нет, это зули. Это щипцы. Цыган. Цыгане? Цыган, который... Цыган несет, ну, украденный мешок. Награбленный, да? Награбленный. А, это ж кастол. Сейчас, чтобы мне это нарушить. Это 19-й век. Это табакерка. Это табакар. Так, крайний вектор. Здесь есть потери, но она, тем не менее, не теряет... Роли не играет, да? Роли не в данном случае не играет. Тут давайте покручу, чтобы приедет нас. И даже какие-то помпончики. Лицо очень хорошо пронесено. Очень красивая вещь. Меня иногда в старых вещах умиляет и даже радует, что есть печные трещинки. Это говорит как раз о старости. Очень тяжелое. Я держу, потому что физически я подготовлена. Но на самом деле это килограмма полтора-два на вытянутых руках. Я держу. А цену скажем? 15 тысяч. Ну, нормально, нормально. Интересно. Цыганский барон, да? Цыганский, ну, не барон, но... Мне кажется, он и идет на барона. Узкая такое лицо. Барон-барон, я думаю, уже по-друге функции. Но это как бы помощник. Он несет цыганско-мул к барону, а то даст цыгану на золотой шнурок. Все сделано, все сохранено. Есть, конечно, по-друге функции. Ну, короче, барон переезжает, он тащит его вещи. Можно так сказать. Это тоже хорошо, смотрите, вот если кто увидит, вот... Ага, это мелочи. Ну, да, но настолько это крайне редкое. Вот за все время... Ну, кому ты рассказываешь, конечно. Мы понимаем, что редкое. Да, спасибо всем, кто смотрит. Свинство у Марины. Это, да, это метраж. Метраж. А если ты смотришь, я покажу. Снял? Я взяла? Угу. А, ну, далековато не вижу. Далековато, да? Еще давай уходит. Во-во-во. А, да. Это 19-й век, крышечка 800-й пробы, внутри притертая крышечка, стекло. У меня не вовремя. О-у. По слабой, не вовремя. Крышечка из стекла, да? Да, и крышечка из стекла. И это ручная работа. Ага. Градис. Красивая вещь, да, очень красивая. Да, это хорошая стоять. Да, да, да. Нет, это не про кухню. Марица-королева написала мне, я показывала вот эти картины, она спрашивает, ВКонтакте написала, Иван, где стоят эти картины? Вот, вот он, измайловский Кремль. Вот, зеленая крыша, вот этот вот такой отдельный участок. Вот там администрация, и вот там крыша еще более зеленая. И вот это где-то, ну, ближе к администрации получается. Ну, они, видите, их немножко перетусовывают местами. Это они, наверное, сейчас их сносят сюда, чтобы убрать. Ну, вот они эти, да. Видимо, кто-то, ну, заинтересовался и хочет купить. Так, а я уже иду кассе. Еще раз кофеек попьем с ней. И уже буду завершать съемочки. Вообще, не знаю, хотел еще добежать. Не знаю, хватит ли мне памяти для съемок. Хотел добежать до музея Москвы. Там еще сегодня тоже красоты расположились. Кстати, тоже хорошая вещь. Подсказка вам небольшая, для чего это можно использовать. Естественно, это кашпо шикарнейшее, да, для цветов. Ну, и еще один вариант, как урна. Для бумаг, для всяких там, ну, у кого все по-царски. Ну, короче, это я себе, наверное, имею в виду, что я хотел бы тоже такую, иметь такое ведро. Какой для цветов. Блин, а сколько же стоит такая роскошь? Клеймо со страусом ВМФ 1910, что ли, или 20-й год. Ну, шик, шик, да. Это что за чудо? Это же волну, по-моему, делать на волосах. Щипцы. Сколько стоит? Три пятьсот. Три пятьсот, такое чудо. Так, а это пряжка. Олег, еду-ка, пошел. Это пряжечка, да. А у нее сломан язычок. Нет, нет, я пошел, надо еще попить. В прошлый раз мне духи дарила. Мои любимые, очень вкусные. И в этот раз тоже, вот сейчас еще раз подарил еще одни. Говорит, пшикай, не жалей. Пахни вкусно, соблазняй. Дам, королев. Ну, в общем, да. Так что ухожу прям с подарками, с подарками. Я у нее не снял вам еще вот эти два флакона парочка. Мне кажется, что у нее подобные уже были. Их вот здесь, да, пара. Что-то подобное было с бордом. С стеклом. Ну, вот тоже хороши. Шпиатр, конечно, шикарный у нее. Хочу поближе вам показать эту роскошь. Я хочу вам ее продемонстрировать. А еще и сам посмотреть поближе. Как будто шляпа лежит на тарелке. Можно даже одевать и ходить в шляпе. Говорю, а женщина идет на меня, смотрите, смеется. Прекрасная вещица. Не знаю, кто-то видел, кто-то нет. У меня есть подобное. И тоже очень старенькая сырница. Как-то покупал. Но я свою на Авито нашел. Я снял крышку еще и на донышке. Сценка. Англия. В кракелюре все. С нами эти лампы, асины. Но еще и плюс много. 10 тысяч подписалось, когда я улетел в Алматы. И когда там был, вернулся, подписалось 10 тысяч человек. Но это только подписались. А просмотров добавилось. Ну, короче, сейчас просмотры выросли на 250%. То есть, не все подписались, но смотрят. Поэтому кто-то и не видел их. Так вот, у Аси огромный выбор. Ламп. И всегда обновление. И всегда она идет навстречу какую-то небольшую скидку сделает. Тем более, если скажете, что от Ивана. Посмотрите, вот здесь какая красота. Чудо. Чудо-светильник. Крустальный. И вот эти две вазы тоже красивые. А я, конечно, между делами еще и выбираю для себя новый костюм. Мне нужен новый костюм для выступления в Кремле 1 июня. Вернее, я уже его выбрал. Он в стилистике такой викторианской. И я думаю, что и песня как раз будет новая звучать там. А, там же у меня, там же не новая, там же я волшебник. Уже все выбрал. Директор концерта эту песню. Посеребрение у Гамлета. Набор. И Рок, да, помните? Я вам уже показывал его. Рок шикарный. Так, пройдем еще туда. Посмотрим, что там есть. Кукла, посмотрите, какая. Правда без глаз. Но очень старенькая. Есть вот такой термометр-барометр. Стоит полторы. Я как-то одно время хотел такой. Потом что-то поменялось. Ну, это, кстати, хороший. И ценник хороший. И экземпляр, и все целое. И термометр целый. И красивый. Может купить на простеночек куда-нибудь. Красота. Сима, уже бегу в конце, пробегая мимо. Там кое-что себе купил. У него выбор хороших вот этих. В руках нести, держать, нести. Десяти нести. Подсвечничков. Посмотрите, какой выбор. Листочки, цветочки. Ну, на мой вкус, конечно же, вот этот ракальный. И у него вот эти тоже подсвечники роскошные нравятся. Подвесные. Красавец. Красавец, да. И вот этот поменьше. Так, ну все, это конец рынка. Все, они все собираются. Многие уже ушли. А, кстати, вот что еще у него нужно показать. Таблетница. Именная таблетница. Имя вот его там начертано. И, по-моему, даже вот слабо видно, но герб. Вот он мне сейчас ее открыл, показал. Такие плавные линии, да, чтобы, видимо, в кармашке она лежала и не мешала. Прогнутая форма. Он говорит, что это дореволюционная вещь. Из олова, насколько я это понимаю. Краб. Открывающаяся шкатулка. Подсвечники вот такие интересные. Тоже жучок открывается. Божья коровка. Так, я там купил кое-что. Мне упаковывают. А я убежал уже. На другой стороне рынка. Надо уже бежать к ним забрать свои вещи. Вот многие еще стоят. Не все ушли. А это что за красота? С орнаментом, как на вышиванках. Ой, красота какая. У Виталия, смотрите, какая красивая шкатулка. Франция, Лемош. Ну, видно сразу, что роспись очень старенькая. И что вещица старенькая. Не новодел 100%, по-моему. 3000 она у него стоит. Бомбоньерочка. Молочник и сахарница вот такого небольшого размера. Ух ты, ух ты. Чайница. С птицами. 4000. И еще у него из новинок чайничек. Ну, так красиво они расположили эти ягодки. Где вот с другой стороны, по-моему, больше рисунок. Да, вот здесь побольше. Посмотрите, какая красота. И сам он крупненький. На целую семью заваривать чаек. 3000 он стоит. Ручная роспись. Ну, какой же красивый. Ну, какой же он добрый какой-то этот чайничек. Ну, милейшее создание. Саша выбирает себе. Она купила бебель мальчика, подбирает девочку. А мальчик у тебя что делает? Мальчик у меня шагает. Шагает? Шагает, да. Ну, они должны шагать вместе. Слушай, а вот какая хорошенькая. Да? Думаешь? Девчуша. Ну, вот я вот эти две, вот из этих бы больше выбирал. Угу. Сейчас я зрителям покажу, какие еще есть. Стесняшка. Ну, стесняшки закрытые глаза. Да, что-то она точно, я знаю. Не, проигрывает. Все-таки вот эти две. Где она вторая? Ваня, понимаете, ты гуляешь, может быть, парочку устала? Знаешь что, бери вот, а, парочку? Да. А, ну, у тебя будет гулящий тогда парень. А, это смотри, какая. Хорошая. Но я бы взял вот эту, посмотри, она с приданным, у нее горшочек, все-таки она что-то там наготовила, пирожки, наверное, лежат для парня, для парня. Да. А две, я не знаю, тогда тебе потом как-то, со второй девчонки придется мальчишку брать еще одного. Да, одно разорение. Ну, мне нравится вот этот мальчишка еще. Да, хорошо он тебе сразу там дается. У него, смотри, глянец на рубашке. Все макрые, да. Глянец, да. А у него тоже, вот у этой глянец на рукавах, у девчоши. Ой, какая прелесть тоже, смотри, вот. Две тысячи стоит. Это называется Мадьер, наверное, да? Не знаю. Для цветов, да? Нет, ароматница. Ароматница. В общем, этот набор огромный. И виталия. Ну да, он молодец. И со вкусом хорошо. Угу. Вот этот комплект, набор понравился у женщины. Ну, здесь и ценник хороший. Но целый набор дулевский. Раз ФСР. Ох, какого же это времени-то? Тарелочка здесь. Здесь вот такая чаша, покрупнее, с медальонами. Вы видите, что это? Кувшинчик, молочник. Ну, у нее вот там еще тоже набор, комплект целый, вон той дорогой. Ну, короче, ценник у нее приличный, не укупишься. Гарднер. Гарднер. Ага, вот красота тоже. У меня одна тарелочка только есть такая. Увы, 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 увы. Что-то покоцанное, что-то целое. Вот эту тридцатку она просит. Тридцать за эту вазу. Немного колоколов вам пока бегу. Они звучат. Шашлычок. Сколько шашлык стоит? Свинина 250, баранина 300. Я здесь последний раз съел шашлык с сестрой. Гуляли. Ой, а пахнет так вкусно. Мягкий, подскажите. Все мягко. Все мягко, говорят. Мягко, вкусно. Плов у них есть 350. Овощи гриль 170. Бегу, мне надо туда. Мне туда надо, мне все время куда-то надо. Неугомонный. Ася смеется. Ну и вы многие пишут, Иван, как успеваешь. А куда деваться? Когда ты взял на себя кучу обязательств, то деваться некуда. Делаешь. Деваешь. Получается входа. Здесь стоит Игорь. Я вам как-то уже снимал картины. Не знаю кто, но кто-то делает у него все это своими руками. Смотрите, рамки необычные, оформленные. И есть выбор. Еще и кто-то пишет. Ой, какая картина красивая. Вот эта яркая. Не все же любят старину. Кто-то любит новоделы. И как раз вот такие вам прекрасные варианты тоже картин. А цену сейчас узнаю. Маленькие вот эти. Ну как маленькие не назовешь. Вот 3000. Вот какие детки прекрасные. Эти по 3, а вот те побольше по 6. Барышня какая. Ну, салон антикварный создать для того, чтобы, да, есть варианты наполнить. Очень часто раньше наполняли лестницы коридорные, да. Как раз такими картинами и рамами. И у него большое количество машинок. Я не знаю, тут смотрите и военные машины. Я в них особо не разбираюсь. И ретро. А, полиция вот там. Вот человек смотрит. Ну, это вот не моя, конечно, стихия. Но вот я вам показал. Вот это что? А это чья? Это Розенберг. А, Розенберг. Это вот кто? Германия. А, теперь подружи их теперь, пожалуйста. Это супница, да? Или пельменица? Для соуса, я думаю. Для соуса что-то. Можно под... Я бы пельмешки подавал бы. Ну... А это у нас что? А это у нас... Это у нас Польша. В составе царской империи. А сколько такая стоит? Две тысячи. Парная она. Парная. Две, да? Угу. Роскошь плюс роскошь. Угу. Сейчас иду у Вадика по полкам. Наверное, что-то не знаю. Сейчас, конечно. Девушки нашли в лесу мужчину. И, наверное, растерзают его сейчас. Это КПМ тарелочка. Это кузнецов старенький. А кузнецов сколько стоит? Кузнецов? Да. Три тысячи. Три. Вон оно кремо в тесте. Ракушка получается, да? В тесте кузнецов. Ага. Ракушка, да? Или что это? Какая ракушка? Бабочка на цветки. Да не тут, а вот сама вообще. Как ракушка. Ой, даже не знаю. Раковина. Непонятно. Что такое? Какие-то колоски. Или веер ли? Не знаю даже. Раскрылся. Вот, видишь, веерчик. Не знаю, высказывает. Колосик. А вот, смотри. Каменный цветок. Найдется такой человек с такой... Честь, скажи, пожалуйста. А, это кузнецов в Риге. Какой? Вот этот или этот? Вот, вот это. Кузнецов в Риге. Это El Minow. Остаток сервейный. В Германии. Интересный. А это? El Minow. Так, а вот дальше с синеньким цветочком. Это LFZ. Но LFZ не с СССР, а уже Россия. А, скажем, сколько он стоит? Цена уже другая. 8 тысяч за все. Чайный он, да, кстати? И пирожковые тарелки к нему. А это вот. Что еще показать? Вот он, Кузнецов. Кузнецов, Латвия. Не видел такой пока что. Последний, который не раскулаченный. Так, а Мадонна эта синяя? Мадонна 27 тысяч. Ух ты, она большая? Или там следующая Мадонна идет? Нет, нет. Это такой полный сервиз. Там и пепельница есть. И вазочка. А, пепельница даже? Да, вот пепельница. Там все, вообще все можно. Скажи, а вот этот чей дальше? Это Herent. 6 пар. Ой, а вот этот какой красивый. Это, в общем, он некрасивый. Это фаянс Конакола. Конакола, 40-е годы. Остатки столового сервиза. А ваза? Большая. Ваза это Халахаса. Тоже в Венгрии. Имитация под Херент. Сделаю вид, что слышал такое название. Под Ротшильдом. Ага, Ротшильд услышали. Ну, есть такой сервиз. По какой цене? 7 тысяч. 7. А можешь вон ту поближе? Или ты не доберешься до нее, да? Сейчас покажем эту синенькую, роскошную. Ну, это тоже красота. Юбочка. О-о-о. Она почему? Тоже 7? Да. Номер 27. Пронумерована. О-о-о, красота. Если бы не скольчить, можно и 15 просить. Ага, понял. Арабы. Восточная. 900 проба серебро. 700 грамм. 700 грамм подсказывает Вадим. Большая. Достаточно. И высокая. Корзинка. Удобно брать. Передавать. Салфетку сюда положить. И какие-то пирожные. Зефирки. Вафельки. Ну, кто что придумает. Пирог. Пирог, да. Подать. И шиллер, конечно, шикарный. Мне у Вадима очень нравится шиллер. Вам как? Как-то я вам давно уже показывал. Полгода, наверное, назад показывал его. Понравилась его прическа. И, кстати, такой стиль, как раз у меня и будет. Буду петь волшебника. Камзоли. В Кремле. Корзинку для настроения. Для поднятия настроения. Тоже можно купить у Вадима. И поставить в нее цветы. Кашко подвесное. До следующих выходных. Измайловский Кремль. До следующих выходных. Королевы. Видите, какой обзор. Роскошный. Двести лет цыганка мне жизни нагадала. Жизнь и чашу полную. Сытость без хлопот. Но благодать и двести лет. Ах, как же это мало. Нагадала б ты мне лучше счастья хоть на год. Нагадала б ты мне лучше счастья хоть на год. Нагадай мне, милая, о любви тревогу. Нагадай глаза врагам смело заглянуть. Верного товарища в дальнюю дорогу. И еще, 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 еще чего-нибудь. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.